В июне стало известно, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин сменили спортивное гражданство на грузинское. При этом фигуристы продолжили получать деньги из российского бюджета. В Госдуме возмутились этим фактом и потребовали компенсацию от серебряных призёров чемпионата России. Минспорт России подтвердил, что дочь Этери Тутберидзи и сын Бориса Смолкина получали деньги из федерального бюджета в сезоне 2022, дробь 23. Относительно танцевального дуэта Дэвис-Смолкин сообщаем, что указанные спортсмены в спортивном сезоне 2022, дробь 23 были включены в списки кандидатов в сборную команду по фигурному катанию на коньках и получали финансовое обеспечение из средств бюджета, говорится в документе. Председатель Комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свящев потребовал от фигуристов компенсацию за переход в другую сборную. Если спортсмен готовился за деньги государства и принял решение уехать, он должен компенсировать эти деньги. Мы на прошлой неделе обсуждали этот вопрос в полном масштабе. Сейчас разрабатываем, возможно, законопроект о компенсации спортсменам тех затрат, которые на него потратило государство. Важно отметить, именно государство, не федерация даже, а государство. Это ведь деньги налогоплательщиков, заявил политик. Чуть больше месяца назад Дэвис и Смолкин получили разрешение на смену спортивного гражданства. Тренер сборной России Елена Чайковская говорила, что фигуристы полтора года после Олимпийских игр не принимали участия ни в каких соревнованиях, поэтому их отпустили. Заявление от пары на переход не поступало, но 22 мая к нам пришёл релиз из Грузии с просьбой дать им возможность перехода. «Мы рассмотрели этот вопрос. Бюро исполкома 25 мая постановило их отпустить», отмечала Чайковская. Пара не выступала, но получала деньги из российского бюджета Диана и Глеб не только катаются вместе, но и живут. В прошлом году молодые люди тайно сыграли свадьбу в Америке.